Здравствуйте! Кухонный мини-тест с ножом Рубеж-2 производства Кизляр, элостроновая рукоять, 4 мм по обуху. Вот такой вот замечательный нож, как я уже говорил, который нужен, если вы куда-то выходите, скажем, на пикник или еще куда, чтобы не пугать людей, потому что, несмотря на такие вот довольно немаленькие размеры, он не выглядит угрожающе. Поехали! Ой, как здорово! Сразу, кстати, хочу извиниться за то, что у меня не очень чистая доска разделочная. Все дело в том, что я свою деревянную немного сломал, а на этой пластиковой я только что резал томаты и красную паприку ножом Баффало. И у меня она покрасилась, и мне не получилось ее отмыть. Так, просто супер! Ребята, просто супер! Не ожидал! Очень удобно! Я не знаю, чем это объяснить. Очень удобно! Посмотрите, какая хорошая, ровная, тонкая, длинная кожура идет. Обалдеть! Совсем недавно, буквально вчера, был разговор с одним товарищем, с подписчиком с моим на ютюбе на тему качества кизляровских ножей, которые там ругают и прочее, прочее. Я написал в такой довольно уже даже эмоциональной форме, что люди, которые ругают ножи производства кизляр, я допускаю мысль о том, что, возможно, когда-то у кизляра было ужасное качество. Отлично чистят картофель, просто отлично. Вот, что когда-то у них ножи там были тупые, ломались, и пятое, и десятое. Я могу сказать так, у меня большой абхазский лежит, скажем, без какого-то такого толкового использования, длительного, но уже, наверное, года полтора. Все остальные, все остальные кизляровские ножи, они у меня появились за последние, ну, может быть, там месяца 4, плюс-минус. Так, картофель, твердая пятерка. Для таких габаритов нож почистил картофель практически как вот овощечистка. Супер, ребята, я не знаю, то ли здесь, здесь у нас спуски вогнутые, что за геометрия, вот мне очень нравится вот этот вот переход режущей кромки. Рекурва здесь, ну, она настолько, да нет здесь практически ее, или она настолько слабо выражена, что, ну, может быть, чуть-чуть угадывается. Нарезает, просто порхает, просто порхает нож по продуктам. Обалдеть! Вот это я вам скажу супер. Ну, так вот, еще одно подтверждение, кстати говоря. Какое-то серьезное рабочее знакомство у меня с кизляром состоялось на ноже Колыма-1. Нож привел меня в восторг. У меня очень много по нему снято видео, очень много сделано там каких-то тестов. Я вам могу сказать, что еще чаще я его брал, в принципе, как бы вот с собой там куда-то погулять. И просто супер! Нож режет. Толстая кизляр. Вот это вот, знаете, вот этот момент. Толстая сведения делает кизляр. Да не пофигу ли вам, ну, какая нахрен разница, если, ну, я на самом деле, вот, человек простой, я не профессионал, я не ножевой там какой-то гуру, знаток. И мне, вот, срать с высокой колокольни, какой толщины там сведения. Для меня принципиально, как для обычного нормального человека, как режет нож. Этот нож офигенно только что порезал лук. Просто офигенно. Просто суперски. Так, поехали. Специально возьмем томат помягче. Ну, цена этого ножа, она, там, я не помню, ну, совсем какие-то небольшие деньги. Вот. Посмотрите. Я практически не оказываю давление. И что, и не пофигу ли мне, на самом деле, я извиняюсь за вот то, что я эмоционирую, да мне не пофигу ли, какой толщины там сведения, если нож режет. Но, если там мне возразят, ой, а он быстро затупится, да елки-палки, это АУС-8, вы ее заточите, я не знаю, на ближайшем булыжнике. В чем ваша проблема? Ну, не хотите АУС-8, берите какой-то там супер-дупер, супер-дупер сталь какую-то. Ну, тогда вы всегда озвучиваете разницу в деньгах, когда вы говорите, что кизляр делает плохо. Вот, в данный момент кизляр, причем этот нож, он, скажем, из таких бюджетных ножей кизляровских, он не стоит дорого, действительно. К слову сказать, у кизляра все ножи не стоят дорого. Вот. Он просто суперски режет, посмотрите. Просто, просто офигенно. Я, я в шоке. Я не знаю, это, что еще нужно. Этим ножом можно даже, я уверен, что им можно даже и какие-то колышки порубить, я думаю, что мы им даже и порубим. Ну, если он умрет, то умрет, по крайней мере, смертью героя. Но вот так вот взять его куда-то, просто на пикник, просто порезать в нормальной, спокойной компании, где не нужно там производить впечатление, где не нужно слышать там какие-то охи, вздохи на тему, ох, нифига себе, у тебя нож. У этого ножа нормальные классические формы. Как говорят даже, что, ну, потверже помидор возьмем. Как говорят даже, что эти формы там заимствованы у штык-ножа Калашникова. Ну что, дружок, я тебя перехвалил, что это было. Дважды вот немножко скользанул. Нет, сразу пошел дальше. Причем он только так летает по овощам, что я вижу будущее. Я сейчас начну резать курицу, буду с вами продолжать болтать. И очень большая вероятность того, что я просто порежусь. Нож действительно летает. Закончу свою мысль. Я постоянно прыгаю с одной темы на другую. Какая мне разница, сколько там в миллиметрах, в сотых долей миллиметра, в микронах. Я хочу, чтобы все понимали, у меня уже какое-то количество есть обзоров. Я просто пользователь. Я просто беру нож в руки. Мне неинтересно, какая там... Ну, то есть, мне неинтересно, но для меня это не первостепенно. Вот сидеть и с умным видом рассуждать, как некоторые товарищи на Ганзе. Ой, а какая здесь термообработка? Ой, а какая здесь закалка? А что у нас там со сведением? Кизляр? Фу, да вы видели их сведения? Идите все, опять же, без грубостей. А вот, скажем, я беру образ какой-то общий. Идите все нахер с такими рассуждениями. Почему? Потому что эти ножи режут. А больше ничего не нужно. Нож создан не для того, чтобы люди на диванах мягких сидели и рассуждали, какая у него там термообработка и какое сведение. Есть несколько критериев, по которым лично я говорю вам в своих обзорах. Нож хороший или очень хороший, скажем так. Первое. Удобство в руке. Нож должен быть удобен. Причем здесь дело даже не в том, как я к этому отношусь. Это момент даже, может быть, безопасности пользователя. Неудобным ножом всегда режешь неуверенно. Когда режешь неуверенно, всегда есть риск того, что ты себе оттякаешь кусок пальца. Если нож управляемый, если нож поворотливый именно туда, куда ты его хочешь поповорачивать, то это вот первый критерий. Нож должен резать нормально. Не так, как вот я не буду опять же называть сейчас название каких-то российских производителей, что у всех, абсолютно у всех ножей, идеальное сведение. Ну, просто тонюсенькое вообще. Кромочка, все красиво. Не режут, не режут и все. Не хотят. А просто берешь с заводской заточкой и режешь. И с заводской заточкой, дай бог, режешь столько, что, скажем, вспоминаешь о том, что, ой, а что-то у меня нож затупился. Там через месяц, через два, через три, зависит от интенсивности работы. В этом плане я могу сказать честно. За эти деньги, которые Кизляр просит за свои ножи, ну, да, вот здесь, видите, вот эти вот места, они потемнели. Они выглядят, если честно сказать, дешево. Вот эти места, то есть, как бы, какие-то материалы, какие-то моменты, конечно, можно там докопаться, потому что это действительно, ну, есть варианты, к чему придраться. Но, опять же, вот, например, та же самая колыма, которая мне нравится. Самур, да нет, не к чему там придраться, все красиво. Ну, сведены толстым, как топоры. Так режут, режут со свистом, ребята, не просто так, рассекают. Вот, еще один критерий, это, конечно, вот я, например, там, небольшую косточку разрубил, потом в лесу каких-то веточек порубил. Я, конечно, хочу, чтобы не было таких вот явно каких-то сильных заминов, сколов на РК. То есть, все-таки, пускай осознание того, что восьмерка – это мягкая сталь, все-таки не приводит к тому, что она должна буквально вот сразу же там крошиться или заминаться. С этим тоже у кизляры все в порядке. Не все их ножи мне нравятся. От ножа к рот я просто в шоке. Я этот нож попросил у Империи Ножей только по просьбе подписчиков, потому что в комментариях это название встречалось. И я его хотел вот так вот просто потестировать вместе со Стражем. Страж понравился, толковый нож, действительно, отличная рукоять. Для размеров своих этого ножа просто шикарный рукоять Крот. Это просто какой-то, просто какой-то пиздец, если честно. Ну, во-первых, и Крот своих покупателей уже нашел. Я знаю такие темы, что в России их раскупают, потому что дешево, красиво, тактично. Ну и вот такие вот ножи у кизляры – это просто супер. Этот нож выходит, как я уже говорил, и с грабовой рукоятью. Ну, с учетом того, что это хозбет-версия ножа-рубеж, безгардовая, конечно, рукоять из граба, на мой взгляд, она слишком, чересчур скользкая. Но все-таки элострон он держит. Не дает скользить. Плюс, конечно же, за синтетическими рукоятями легче ухаживать. Промыл и забыл. А деревянная, какая бы там ни была пропитка, все равно ее и подсушить надо. Но зато дерево я люблю именно на таких ножах спокойных. На аировских ножах люблю дерево. Почему? Ну, природный материал теплый. Ты держишь нож в руке и получаешь удовольствие именно тактильно. От элострона такого удовольствия не получаешь. Надо признать. Обалденный нож. Причем, я скажу совершенно откровенно, мне рубеж нравится меньше, чем остальные кизляровские мои ножи. Мне рубеж нравится меньше, чем Колыма, Самур, Катран. Ну, чудом под названием Бургут я еще вообще ничего не резал. Но внешне мне Бургут, конечно, больше нравится. Но там такое очарование именно внешности идет. То есть, вот это вот такой, ну, он действительно, как я его назвал, крепкий середнячок. Ну, спокойный нож. Без каких-то вот моментов. То есть, внешне мне Таран больше нравится. Ах! Ну, прости, дорогой. Вот. Стал рассказывать в присутствии ножа о том, какие красивые другие ножи. И он меня сразу кусил чуть-чуть. Ну, вы видите, он работает. А это главное. И, конечно, немаловажный критерий – это цена. Почему? Потому что для меня это очень важно. Я могу купить, я могу позволить себе там дорогой нож. Могу попросить в подарок. Видите, как аккуратно, деликатно кусил. Я даже заклеивать не буду. Могу попросить в подарок дорогой нож. Я буду просто на него, блин, ну, как сказать, дрожать там. Буду над ним трястись. Я им буду резать, но всегда понимаю, что это, ой, ну, это же там нож. За 150 баксов, ё-моё. Я же сейчас режу ножом. За 170 долларов. Вот. Просто я скажу так, сильно не болтая, уже не хочу тратить ваше время. Очень спокойно скажу. Рубеж 2. Производство Кизляр. 5 с плюсом по продуктам. Не просто 5. 5 с плюсом. Для ножа с 4-х миллиметровым обухом – это какая-то просто фантастическая была работа. Я сейчас просто получал удовольствие от нарезки. Да, там, скажем, может попадать влага какая-то или какие-то остатки пищи. Я уже показывал, как его разбирать. Разбирается он очень легко. Внутри там всё красиво. То есть, в идеале, конечно, залить герметиком, там немножко поработать над этим. Но факт в том, что охрененный рабочий нож. Посмотрим, что он из себя будет представлять в лесу. Спасибо за просмотр. Всего доброго.